Рыбаки, погружающиеся в глубокие воды или рыбачащие в мелких, готовы на все ради улова. Иногда они сталкиваются с огромными, шокирующими и удивительными существами, которых вытаскивают из воды. Иногда им приходится прямо на месте бороться со свирепыми челюстями этих морских обитателей или даже спасаться от невероятно крупных экземпляров. Готовьтесь к увлекательному путешествию в мир рыболовных трюков и удивительных уловов. С вами канал ТОП ФАКТС БЛЕК. Перед началом не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Ну а теперь желаю приятного просмотра, ну и конечно же погнали! Рыбаки нередко сталкиваются с необычными и даже странными вещами, но одно событие выделяется особенно. Несколько лет назад в австралийских водах была поймана рыба, вызвавшая настоящий шок. Она отличалась от других своей пустой головой. Это было редкое и неповторимое создание, найденное во время научной экспедиции в неизведанные уголки Австралии. У этой рыбы не было видимых глаз и миниатюрный рот находился под телом. По прикидкам ученых, длина этого необычного создания не превышала метра, а вместо ноздрей у нее были два маленьких красных пятнышка. Исследователи вначале предположили, что это безликий угарь. Однако некоторые ученые выдвинули гипотезу, что это создание может представлять собой совершенно новый вид морской жизни. Рыбу было решено отправить в исследовательский центр для дальнейшего изучения. Ученые надеются, что дополнительные анализы и тесты помогут им более точно определить происхождение этого удивительного создания и узнать намного больше об его биологических особенностях. Иногда обычная рыбалка может обернуться неожиданным сокровищем. Пример тому – случай из Йемена в прошлом году, когда группа рыбаков наткнулась на огромного мертвого кашелота во время рыбалки у побережья Айдена. Они решили вытащить его на берег, чтобы разделать. Сокровища обнаружили, когда начали резать тушу кита. Внутри его пищеварительной системы они нашли что-то совершенно необычное – янтарную смолу. Это вещество еще называют «плавающим золотом». Оно образуется только у китов и используется при производстве самых дорогих парфюмерных композиций. Вес этого куска янтарной смолы составил более 100 килограммов. Позже его продали более чем за полтора миллиона долларов. Эта находка, несомненно, стала для рыбаков и местного населения огромным подспорьем и помогла им значительно улучшить свое экономическое положение. Иногда рыболовство может превратиться в настоящее приключение. Особенно, когда целью является такое уникальное создание, как рыба-пила. Случай с троюродными мужчинами на побережье Китая вполне это иллюстрирует. Эти рыбаки спустились в воду, чтобы поймать крупную рыбу, в то время как одна женщина оставалась на лодке, удерживая рыбу за хвост с помощью специального оборудования. Их усилия были вознаграждены. Они вернулись с огромной рыбой-пилой длиною в 7 метров. Этот экземпляр был всего лишь на полметра меньше, чем самая длинная известная рыбопила, длина которой составила, соответственно, 7,5 метров. У рыбопилы есть уникальные черты, которые делают их одними из самых уникальных обитателей океана. Одна из особенностей – их техника охоты. Они весь день спят, а охотятся ночью, что позволяет им намного легче поймать ничего не подозревающую добычу в темное время суток. Все рыбаки мечтают о большом улове, но одному из них удалось осуществить свою мечту о поимке огромного сома. Это случилось, когда рыбак заметил под водной поверхностью странную почти призрачную фигуру. Он метнул свою приманку, надеясь привлечь рыбу. Сначала попытка была успешной, но внезапно сом смог сорваться и уплыть. Но рыбак не отчаялся и снова бросил свою приманку, и этот ход сработал. Голодный сом, приняв приманку за маленькую рыбку, решился на атаку. И несмотря на то, что сом несколько раз порывал леску, рыбаку в итоге удалось с ним справиться. Этот сом оказался самым большим уловом в его жизни. Но этот гигант не был единственным уловом этого дня. Рыбаку удалось поймать еще много мелкой рыбы, что сделало эту рыбалку поистине незабываемой. Странное создание, найденное под Бруклинским мостом, вызвало суматоху среди местных жителей. Эта рыба со своими странными узорами на коже и весьма плохом состоянии внесла неопределенность и страх в сердца людей. Никто не мог точно определить, что это за создание. Однако после тщательного изучения исследователи сделали вывод, что это была разлагающаяся туша осетра. Осетры обычно достигают длины до 6 метров в молодом возрасте, в то время как найденная туша была всего около метра в длину. Вероятно, этот осетр стал жертвой хищника, что объясняло его плохое состояние и отсутствие большей части тела. Данное открытие послужило напоминанием о таинственности и непредсказуемости мира океана. В то время как группа рыбаков доставала свой улов из воды, они столкнулись с непредвиденной ситуацией. В мелководье обитал гигантский колоссальный кальмар, который, казалось, заметил их добычу. Взмахивая своими могучими щупальцами, он пытался украсть рыбу рыбаков. Но несмотря на их усилие его отпугнуть, кальмар продолжал настойчиво атаковать. Рыбаки пытались всеми способами от него избавиться, тыкая в него удочками, но все было напрасно. Кальмар оказался слишком упорным и сильным, и они не смогли отправить его обратно в глубины моря. В конце концов, кальмар достиг своей цели. Забрав рыбу, которую так яростно пытался отнять, он исчез, уплывая обратно в глубокие воды. Этот неожиданный инцидент стал для рыбаков незабываемым уроком о том, как природа может быть неожиданно упорной и непредсказуемой. Красный прилив. Это натуральное явление, которое оказывается разрушительным для морской жизни. Это случается, когда в морской воде происходит размножение определенного типа водорослей, которые содержат микроорганизмы. Эти водоросли при контакте с океанской водой снижают уровень кислорода и выделяют токсины, которые могут убивать рыб и вызывать кожные заболевания у людей. Не так давно произошла массовая гибель рыб из-за такого красного прилива. Власти были вынуждены собрать около 7 тысяч фунтов мертвой рыбы с побережья Флориды. Некоторые из них были настолько раздуты, что вызвали даже испуг у всех прохожих. Один из наиболее заметных примеров – это морской окунь, чье тело привлекло особое внимание общественности. Данное явление – это еще одно свидетельство того, как сильно биологические и экологические изменения могут влиять на морскую жизнь. В 2022 году произошло удивительное событие. Мишель Бенчовиц Шикали смогла одна поймать гигантского голубого тунца весом в тысячу фунтов у берегов Хэмптон-Бич в США. Этот подвиг был заснят на камеру, показывая силы и навыки Мишель, ведь поймать такого массивного тунца обычно требуется усилием нескольких человек. Мишель же потратила на эту удачную рыбалку 2,5 часа. Вид голубого тунца, длиной обычно от 3 до 4 метров, находится под угрозой исчезновения, что делает его еще более сложным для поимки. Таким образом, этот подвиг Мишель Бенчовиц Шикали – это не только демонстрация ее исключительных рыболовных навыков, но и важное напоминание об уязвимости некоторых видов морской жизни и необходимости их сохранения. Марлины – это известные бойцы в мире рыболовства, обладающие удивительными и непредсказуемыми способностями. Когда рыбак сталкивается с одним из них, важно сохранять спокойствие. Однако одному рыбаку не удалось держать свои эмоции в борьбе с огромным марлином. Этот марлин весил астрономические 500 килограммов и был далек от желания поддаться рыбаку. С огромным рвением и упорством рыба противостояла, делая все возможное, чтобы не быть пойманной. Она прыгала, пытаясь убежать, и швыряла воду в лодку, пытаясь отбиться своим внушительным весом. Эта жесткая борьба длилась целых 3 часа, но рыбак не уступал. В конце концов, после изнурительной борьбы, ему удалось затащить гигантскую рыбу в свою лодку. Все усилия и терпение в итоге оправдались. Рыболовный трофей был поистине великолепным. Думаю, что ни один человек не мечтает о близкой встрече с китовой акулой. Обнаружить одну из них на расстоянии – уже непростое испытание. А подойти ближе к гигантской твари – ужасающий опыт. Но представьте, что вы находитесь на своей лодке, и под вами проплывает не одна, а целых три огромные китовые акулы. Думаю, это та сцена, которую ни один человек не хотел бы увидеть. И вот однажды рыбак, просто проводящий время у побережья Флориды, ловя рыбу, столкнулся вот с таким вот сценарием. Он наткнулся на китовую акулу огромного размера, достигавшую приблизительно 15 метров в длину. Однако, к удивлению многих, рыбаки не упали в ужас. Они умудрились сохранять спокойствие и даже испытали восторг, когда одна из акул приблизилась к ним во время кормления. Такие встречи, безусловно, непредсказуемы и опасны. Но они также показывают удивительную красоту и мощь природы, которую мы должны уважать и защищать. Имеется область, где обитают более 3000 видов рыб. Однако доступ к ним открыт лишь для небольшого числа людей, рыбаков или, скорее, дайверов. Это потому, что, чтобы добраться до этих рыб, они должны погружаться в море и добираться до самого морского дна. Погружение глубже обычного предполагает использование специального инструмента, которое они называют стрелковым ружьем. Данный инструмент используется после того, как они целенаправленно устанавливают его на рыбу, после чего они стреляют и наносят удар. Это дает рыбакам возможность уловить идеальную добычу. Некоторым может показаться, что это непривычный способ ловли рыбы. Но это на самом деле часть традиции, передаваемой из поколения в поколение в племени Баджао. Это практика, которую они осуществляют в течение многих лет. Для них это просто ежедневный ритуал, как для нас с вами почистить зубы. Аналогично в племени Мангиян люди используют тот же метод ловли рыбы, погружаясь на глубину моря. Эти две культуры, хотя и разные, объединены общей древней традицией и уважением к морю, демонстрируя необычные навыки и бесстрашие в лице природы. Когда японский рыбак забрасывал свою сеть с надеждой на удачный улов, он не ожидал находки, которая оставила его в шоке. Извлекая свою рыболовную сеть, он обнаружил в ней странное змееподобное существо. Первоначальный рыбак подумал о мифической весло-рыбе, но при более тщательном рассмотрении стало очевидно, что это совершенно иное создание. Его бумажное плоское тело и лёд, торчащий из похожих на волосы наростов, придавали ему особенную странность. Хотя видео с этим непонятным морским созданием было опубликовано несколько раз, истинная природа этой водной загадки до сих пор остаётся неизвестной. Оно остаётся анонимным существом, вызывающим интерес и удивление у всех, кто знакомится с его историей. Бросая вызов всем вероятностям и как будто бы пренебрегая своим собственным положением, эта рыба продолжала плавать, как если бы ничего не случилось. Обычно животные в подобных обстоятельствах не выживают, и потому этот случай привлёк внимание многих. Случай произошёл в водах Флориды. Рыба, которая выглядела как зомби из-за своего осколочного внешнего вида, была, вероятно, укушена молодой акулой. Но, несмотря на то, что у неё отсутствовал кусок плоти на спине, она продолжала жить своей обычной жизнью. Хотя исследователи предполагают, что рыба, скорее всего, не сможет выжить на протяжении длительного времени с такими травмами. Факт того, что она смогла выжить хотя бы один день, является ни много ни мало, чем чудом. Случай является поразительным примером выносливости и упорства в животном мире, показывая, как даже в самых экстремальных условиях они продолжают бороться за своё выживание. Слушайте, а вы когда-нибудь слышали о рыбе, которую некоторые считают предвестником грядущих бедствий. Этот вид, также известный как промысловая рыба, редко попадается живой, поскольку обитает на глубине от 200 до 1000 метров. Однако были случаи, когда такие создания неожиданно попадались в рыболовные сети. В Японии, например, в одной из таких сетей было поймано две живые сельди. Сеть находилась на глубине в 27 метров, что гораздо меньше привычной глубины обитания этих рыб. И вместо того, чтобы их убить, рыбаки аккуратно вернули рыб обратно в воду. Ещё один случай произошёл, когда рыбак нечаянно поймал 6-метровую рыбу. Как и в предыдущем случае, рыбаки были достаточно добры, чтобы отпустить рыбу обратно в воду. В отдельном случае в Эквадоре был найден мёртвый 4-метровый морской змей, что для такого глубоководного существа является необычным. По слухам, появление таких рыб на поверхности считается зловещим знаком или предзнаменованием беды, так как существуют мифы о их способности предсказывать бедствие. В этот раз в центре внимания не акула или дельфин, а солнечная рыба, которая взбудоражила общественность после того, как была поймана у побережья Колумбии. Данный случай произошёл почти 10 лет назад, когда пара рыбаков вышла на рыбалку, но вместо обычного улова они столкнулись с огромной солнечной рыбой. Также известная как Мола-Мола, она считается самой большой костной рыбой в мире. Обнаруженный экземпляр, оцененный в более двух метров в длину, был найден мёртвым. Это было весьма необычно, поскольку солнечная рыба редко встречается в водах этого региона. Новость о находке привлекла большое количество посетителей, которые были заинтересованы увидеть эту редкую рыбу. И впоследствии её перенесли в исследовательский центр для дальнейшего изучения. Это событие обратило внимание на разнообразие морских обитателей и подчеркнуло важность сохранения и изучения биологического разнообразия морей и океанов. Итак, друзья, это были удивительные кадры, снятые рыбаками. Если вам понравился выпуск и вы хотите увидеть что-то подобное, то пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал ТОП ФАКТС и прямо сейчас посмотрите один из наших предыдущих выпусков, которые появились на вашем экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова